Добро пожаловать в Молдову, добро пожаловать на ТВ-8. Прежде всего я вас спрошу не почему вернулись, а почему ушли, потому что этот ваш жест был не совсем понятен, он как-то был слишком эмоциональным, на мой взгляд, и вот я задам сразу вопрос телезрителям, сегодня много вопросов телезрителям, я постараюсь все задавать, я так по темам разбил их. Мы в прямом эфире, можете еще задавать, я буду проверять во время рекламы. Максим Байбус задал очень вопрос прямолинейный, спросите, почему усатый повел себя как обиженный школьник? Ну, начнем с того, что если внимательно вы пересмотрите и телезрители, и ваши коллеги журналисты, то, что я сказал летом 2021 года, то я выразился абсолютно четко и сказал, что я беру паузу, я буду готовить съезд нашей партии, на котором смогут избрать председателя, вице-председателя и так далее. То есть я не сказал, что ухожу из политики, сказал, что беру паузу. Все дали, что усатый пришел, в этом году все пишут, усатый пришел. Хотя усатый никуда не уходил, так же как бы высказались, добро пожаловать в Молдову. Я в Молдове находился большую часть времени за годы 4 месяца моего отсутствия в личном пространстве, я просто не публиковал, ни когда я приезжаю, ни когда я уезжаю, вот в этом разница. Мы видели в вашем инстаграме и в фейсбуке в основном фотографии с рыбалки на Дунае, с охоты в румынских лесах. Анатолий, вы знаете, что, во-первых, отвечу на вопрос телезрителя, потом поговорим про охоту и рыбалку. Да. Значит, я всегда говорил правду и делал то, что мне подсказывало мое сердце. Если я ошибался в своих каких-то действиях, мне никогда не было стыдно извиниться за то, что я сделал, может быть, не совсем корректно. Люди, которые говорят правду, которые как-то проявляют свои чувства, это не значит, что они слабые, это не значит, что они глупые или наивные. Это просто люди, которые очень уверены в себе, им не нужна маска. Вот у меня этой маски никогда не было, которой привыкли граждане нашей страны за последние 30 лет. Вы абсолютно правы. Привыкли видеть в политиках. Да, привыкли видеть политиков. Я человек. Я когда выдвигался, не помню, на должность примара Бельца или президента, я сказал, что я не иконой не претендую ей быть. Я такой же человек, как все остальные люди. Просто почему-то в обычной жизни, повседневной, люди могут извиняться или как-то критиковать свои же решения предыдущие. А в политической ни один политик никогда ни в чем не признается. То есть они будут находить миллион аргументов, рассказать, что это было вынуждено, это была специальная операция по разоблачению Плохотнюка. Они говорят, другие там кричат за спасение Молдовы и так далее. Да, я честно сказал у одного из ваших коллег в программе, и готов это повторить у вас, и на каждой встрече с избирателями мы можем этот вопрос обсудить. Да, после выборов парламентских в 2021 году, меня задел результат нашей партии в Бельцах. То есть он был для меня непонятен, потому что все, что я слышал от бельчан с 2015 года, когда я стал первый раз примаром, включая 2021, вот смотрите, при коммунистах продали центральный парк, превратили свадебные залы, вот смотрите, украли все платиновые участки в городе, смотрите, не делались абсолютно дороги, тротуары, не проводились никаких мероприятий и не вкладывалось в развитие молодежи и спорта. И тут те, про которых мне жаловались все эти годы, набирают около 50%. Я говорю про блок коммунистов и социалистов. Да, социалистов не было власти, люди мне говорили про коммунистов. Хотя социалисты это бывшие коммунисты, и те, кто есть в Бельцах, и были, и так далее. То есть у нас же большая часть партии создается из перебежчиков из предыдущих, понимаете, и неважно это. Социалисты были все коммунистами, весь пас сегодня это бывший ЛДПМ и так далее, и так далее. Поэтому я это воспринял как... Как вот у меня доверие. Никак не вот у меня доверие. Я это воспринял как пощечину. Как личную обиду. Как пощечину. Потому что как? Вы все говорите, у нас украли это. Приватизировали кучу мест на центральном рынке, парковки на рынке Байдуковых. В Бельцах продали почти все. То есть я когда стал мэром в 15-м году, даже отбивали, умудрились незадолго до выборов возле танка по торговый центр, который знает вся страна, по торговый центр отдать участок, клумба напротив пожарника в центре города и так далее, и так далее. Тем не менее проголосовали за тех, кто... Да, за тех, кого они обвиняли. Еще раз, не я обвинял, они обвиняли. Значит, я согласен с вами, с телезрителями, которые говорят о том, что это было слишком эмоциональное, поспешное решение. Потому что прошло всего лишь несколько месяцев, и я понял, что это было поспешное решение и ошибка. Почему? Потому что, когда я подал в отставку и увидел результаты и первого тура, и второго тура на досрочных местных выборах Бельцы, Бельцы, кто просто был шокирован другим. Я даже написал по результатам первого тура, написал тогда один из всего лишь нескольких за полтора года постов, связанных с политикой. Что люди, которые смотрят телевизор, никогда не читают книги. Или люди, которые читают книги, никогда не будут смотреть телевизор. Короче, я был шокирован, потому что партию Шор тоже обвиняли в воровстве. И по сегодняшний день и лидер партии Шор, и какое-то количество депутатов. То есть, даже Плохотнюк не мог их прикрыть, и да, он их оставил на свободе, но возбуждены уголовные дела были еще при Плохотнюке, потому что был огромный резонанс не только внутри страны, а и за ее пределами. И тут я вижу Таубер, который набрал почти 50%. Да, да, 48%. И тогда я думаю, о, Бонасара, тушим свет. Приплыли. Приплыли. И если бы сняли Таубер перед первым туром, потому что нарушения же были задокументированы полицией перед первым, и ее не виктимизировали бы, ну, снятием за несколько дней, потому что, вы помните, нас снимали в 2014 году, но нас снимали за несколько выборов, дней до парламентских выборов. Поэтому я был шокирован. Дальше шокирован этим. Но больше всего я был шокирован следующим. Что-то я ничего не понимаю. Я подал в отставку, потому что я воспринял, что люди, как личное оскорбление, то, что люди голосовали за ту партию, которую они являли в грабеже Бельц все эти годы, и в том, что ничего не делалось, дороги не делались, 30 лет не внутри кварталка, не другие работы. И тут, когда я увидел, что этот же блок социалистов и коммунистов оказался на четвертом месте после ПАС, потому что Таубер был Григоришин, ПАС, да, я про местный. Да, ну, Анатолий, я имею в виду это всего лишь через пару, несколько месяцев. После парламентских, это не то, что прошел год или два, понимаете, и то есть, я думаю, как, что-то я ничего не понял. Ну-ка, и я начал, и я заказал несколько исследований, опросов. Это парадокс местных выборов, парламентских выборов. Нет, так вот в этом была моя ошибка, потому что, когда я заказал опрос, после того, что я увидел, что произошло на досрочных местах, и когда я увидел цифры, такие же, как были и в 15-м, и в 19-м году, я имею в виду, насколько бельчане были согласны, что и как делал Усатый. Насколько... И что? Эти опросы благоприятные для вас. То есть, Усатого в Бельцах проблем не было и нет. То есть, просто люди, когда идут на парламентские выборы, они голосуют уже не за конкретного человека, а голосуют за команду. И да, моя ошибка, как лидера партии, первая, это из работы над ошибками, нельзя быть сегодня в Молдове, подчеркиваю, и председателем партии, и примаром. Почему? Потому что, если ты мэр города, ты не можешь параллельно ездить по всей стране, а нужно ездить по всей стране, строить первичные организации, строить партию, общаться с людьми и так далее. То есть, мэр города – это заложник, понимаете? Расскажите об этом, Иван Иванович Барков. Да, это я, я думаю, он сам с этим столкнется, мне ему рассказывать не надо. Вы сказали, что когда ушли, журналисты интерпретировали, что вы ушли. Но вы правильно, вы сказали, что… Я беру паузу. Будет съезд партии, изберут председателя, вице-председателя. Мы же, журналисты, это восприняли, что вот усатый через два месяца проведет съезд партии и передаст партию в надежные другие руки. Не знаю кому. Анатолий, вот видите, а я после того, как допустил ряд ошибок в 14-м, 15-м, 16-м, ну, когда высказывался Анатолий иную тему, я начал очень четко высказываться, чтобы не давать. Если бы я сказал, что я ухожу и передаю партии, я бы это сделал. Почему не созвали съезд до сих пор? Прошло, слава богу, уже почти два года, ну полтора года. Я консультировался со своими коллегами на эту тему, мне говорили, не спеши. Также… Со съездом? Да, со съездом. Также я вам скажу, что мои коллеги, причем я говорю не про Бельс, я говорю про всю страну, не подавай в отставку, нужно дальше работать. А съезд будет или нет? Съезд будет? Съезд, конечно. Когда? Я надеюсь, в самое ближайшее время. Я объявлю дату, я не хочу назвать дату, ее нету. Команда есть? Анатолий, есть. Команда, я хочу поблагодарить всех тех, кто с первого дня… Потому что вы говорите, вы не ушли, я хорошо буду говорить, вы взяли паузу, а ваши коллеги, многие разбежались. Ильян Кашу там где-то в Аргееве, Дмитрий Чубашенко там за кого-то топит в… Смотрите, это не команда разбежалась. Анатолий, есть ситуация, ситуация заключается в следующем. Когда у нас мы, я вернее объявил о паузе, и как я считаю, что я дал достаточно времени и правящей коалиции, не правящей коалиции, правящей власти, потому что у нас одна партия. Правящей партия, да. Правящей партия. И оппозиции показать свои возможности, я же дал год, я же не вышел ни через месяц, ни через неделю, как некоторые, ни через три. Было достаточно времени проявить себя одним и другим. Раз люди не разбежались, Анатолий, это важный момент. Ильян Кашу пришел, честно сказал, говорит, если у нас мы активно в ближайшее время и не будем заниматься политикой паузы очень длинной, у меня семья, дети, нужно пойти устроиться на работу. Правильно. И в этом нет ничего стыдного, понимаете, то есть человек пошел устроиться, он же не написал, что там ухожу там или… Нет, так и понятно, у всех… То есть у каждого какие-то бытовые проблемы. Очень многие, за что я благодарен многим, очень многие не пошли к Шору, который пытался купить и наших примаров, и многих советников и так далее. Пошли единицы, но большая часть Анатолий, знаете, что сделали? Уехали на заработки, кто в Италию, кто в Россию и так далее. То есть они не продались, и поэтому я благодарен всем, кто со мной с первого дня. А чтобы был качественный съезд партии, про который вы спросили, а не постановочный какой-то, да? Мы видели, мы всегда съезд, и когда нам не регистрировали партию, было, например, 5000 человек, это был на парковке перед одним торговым центром на Чеканах, чтобы под камеру видели реальное присутствие людей. Может, они говорили, что людей реальных нет, кто подписался за создание нашей партии. Поэтому мы все эти мероприятия транслировали в онлайн. Я никогда не был сторонником провести съезды, это должно быть публичное мероприятие. Можно не проводить в прямом эфире там Национальный совет партии. В последнее время не очень публично проводится съезд партии. Анатолий, у нас все, что вы найдете в историю, и по-моему, вы с журналистами в 14-м или в 15-м... Нет, я на партийных съездах не присутствовал. Ну, окей, блин, многие представители СМИ, я имею в виду, что это нужно делать публично. Я хочу проехать всю страну, секунды буквально. Я хочу реформировать некоторые структуры. У меня просто очень много вопросов. Создать новых, потому что я до многих сел в нашей стране физически не дошел, потому что был примаром университета. Прямо как Игорь Николаевич Дадон. Послушайте, еще раз, давайте вот каждый... Не надо меня сравнивать. Да, не надо меня ни с кем сравнивать.